Всем привет, с вами Денис Мейджор, сегодня воскресенье и Супер Марио Мейкер Сегодня хочу попробовать логически завершить идею, начатую в прошлом видео О уровне подписчика Арсению, который создает фактически свою игру про Супер Марио в рамках Супер Марио Мейкер Но для начала, для разминки, уровень подписчика Дэн Панкрат Новый уровень, он сделал новый уровень, по-моему, у него был уровень, который так назывался Видимо, это как-то или доработанный уровень, или переделанный, или он немножко не так назывался Потому что я что-то похожее помню даже А, ну не совсем такое, да Был немножко... Так, а, видимо, это доработанный уровень, который я тогда очень быстро прошел Очень быстро прошел уровень, когда я играл похожий А... Я попался на... Смотрите, можно вот так вот делать Делать вот так, ага Сейчас, по идее, должен быть что там? Чекпоинт Чекпоинт Так, смотрите, здесь можно по-прежнему вот так летать А-а-а... О, а так нельзя делать? А как он вообще меня... как он в меня попал кстати то есть я о вот так да не могу нельзя я надел свой перепрыгнуть все таки может быть и можно наверняка можно но надо с большим запасом видимо у меня здесь это не получится уже сделать как раз прошлый раз когда играл в такой уровень у меня это ай-яй-яй-яй марио не так я не ту кнопку нажал когда прошлый раз играл такой уровень у меня получилось его перепрыгнуть именно из-за этого я довольно быстро прошел уровень как не было запланировано здесь смотрите используется идея которая а я не хотел так далеко лететь на начать используется идея что не марио бежит от кого-то наоборот марио бежит за кем-то по сути получается хотя кстати вот если бы как-то сделать вот эту погоню марио более посмотрите все равно перелетел так ну-ка а ну тогда да тогда это легко заканчивается тогда это легко заканчивается да ну ладно в любом случае это уровень для разминки так сейчас я еще посмотрю что у меня здесь дальше по списку и скоро перейдем к уровням арсению уровне от еще одного моего подписчика с ником луиджи не помню как его ник на ютубе точно не луиджи он у нас как помним любит эстетику супер марио брос 3 надо там видимо взять этот самый как его п или п или вообще пойти куда-то другое место наверху этой пирамиды а подождите а здесь же да 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 смотрите нужно сюда зайти нужно сюда за эти другого варианта нет вот слушать вот это кстати классная идея использовать какой такой параллельный мир для текущего мира то есть рисовать похожие вещи но в другом мире как кстати я могу так сделать интересно что мне за это будет давайте исследовать уровень давайте исследовать уровень посмотрим что мне за это будет а наверное я отсюда и должен выйти был так мы здесь уже не пройду да да смотрите а здесь о да классно классная хорошая идея хотя мне кажется маловато всего но идея хорошая мне нравится надо бы что-то придумать с этим так вот это я точно не пройду по крайней мере если у меня нету предмета вот здесь например у меня есть цветок и я могу эти цветы пошибать это цветы черные я не могу пошибать все равно вот он где-то уже конец уровня уровня рядом для разминки нормально в таких уровня поиграть когда просто вспоминаешь как двигается марио в разных ситуациях но реально иногда бывает когда начало все этот уровень прошли еще здесь два от этого же подписчика может быть они такие же короткие так что мы их быстро закончим надеюсь mario kart 8 mario kart 8 я люблю кстати mario kart 8 я считаю это одна из лучших игр для view если не лучше и это от это лучше mario kart определенно да кстати вот ок что делать сейчас может я надеюсь что-то произойдет интересно а вот оно как окей а кстати вот марио в машине очень необычный образ он как бы геймплей это тот же самый так а наверно мне стоило внизу наверно поехать а то я чё-то как-то раз и объехал а ну да внизу бы мне не получилось так вот что говорю геймплей это тот же самый но уже визуальная картинка она дает нечто другое так вот такую штуки а все вот так и сделал так сделаю пока кирилл легкий быстро уровень и машинка дает просто другое восприятие и того же самого геймплея это визу ну говорит нам о том насколько визуальная составляющая игры все-таки очень важно последний уровень подписчика луиджи почему-то тоже называется mario kart 8 то можно так вообще с одинаковым названием уровня наверное да наверное можно раз так есть так это у нас еще одна вариация того же сам кстати интересно почему именно вот такой стоп то есть почему мне вначале нужно подождать не кстати нравится вот эта идея запуска а помните мы с вами видели уровень с компаньоном ой не доехал уровень где была была купа трупа который выступал в роли компаньоном вот и там ну-ка сейчас я тут выключу одну штуку вот так вот купа трупа выступала компаньоном для прохождения то есть с ее помощью фактически мы проходили уровень и вот такая механика как здесь сейчас вот тоже мне кажется очень данном случае интересно чего еще время заканчивается что ли какой кошмар я не буду ничего брать о так тут у нас да тут у нас посложнее надо еще желательно не попасть на эти я неправильно прыгнул так я не буду заходить в трубы потому что мне кажется а все конец уровня да как раз размялись на простых коротких уровнях и переходим к уровням арсения то чувствую там задаст опять жару прошлый раз мы остановились на уровне 1 3 точнее прошел уровень 1 3 соответственно 1 1 1 2 1 3 и остался у нас в первом первой зоне уровень 1 4 так чем не тут кстати пишут супер кул концепта кто-то написал коммент и марио так марио это я жму прыжок он не прыгает что-то часто на это жало и даже прыжок смотрите сейчас прыгнул так вот так ага почему не попал странно так там выше ничего нету по крайней мере я не вижу так мне нужно добыть всего 5 розовых монеток ключей ну частей ключа одну я уже добыл так продолжаю ага здесь смотрите лучше вот так сейчас чаще я секундочку так нет не так и это самое бублики эти они непредсказуемые немножко здесь надо очень прыгать четко по центру а то можно прыгнуть совсем не туда ладно а подождите ежет дитя как я взял я думал что после после этого цветка остается на короче ладно их их и шо ж мне не везет так сейчас смотрите так а вылезти уже нельзя да да вылезти уже не получится вылезти жениже не получится но очень четко прыгать по бубликам я помню какой-то уровень я проходил где надо вообще ой отстой где надо вообще по бубликам то есть они над пропастью и там но по одному бублику немножко проще чем здесь получается через два то здесь нету смысла прыгать высоко на каждый бублик надо через получается там дальше через бублик прыгать это немножко усложняет задачу не знаю почему не могу сейчас даже объяснить чем но мне сложнее почему-то я казался бы и ну ничего ничего страшного дайте мне эту штуку она мне вдруг пригодится вот здесь я сделаю вот так вот видите о так и не получилось но хочу мне часто не получилось так мне такое ощущение что я поднимаюсь правда поможет ли мне это скорее всего нет так я упаду ладно а вот а вот вот и Итак, я дошел, дошел до чекпоинта, до чекпоинта и, с сожалению, вынужден констатировать, что похоже у нас дальше будет все то же самое, только сложнее. А, да, вот так вот, так, прыгаем на бублике, не попадаем, так, а подождите, а вот я вот так вот, ээээ, я даже взял другой геймпад, Я взял все-таки Wii U Pro Controller, потому что я на Wii U геймпаде, он слишком неудобный уже для меня. Для таких акробатических... Чего у меня сейчас получилось? Для таких акробатических кренделехов. Хотя, может быть, надо было даже взять Wii Remote. Но вообще, на мой взгляд, если рассматривать вот эти уровни именно как концепт игры, то они скорее, скорее это, как бы это сказать, не подходят. По крайней мере, в том порядке, в котором они расположены. Потому что, ну смотрите, оригинальный Super Mario Bros. в принципе, можно пройти, не потеряв ни одной жизни. Ну, или там одну-две на все, сколько? 8 на 4, 24, о, 8 на 4, 32 уровня пройти. И, в общем, это не проблема. Но! Понимаете? Вот, сюда идем. Lost Levels, которая вышла после, она, конечно, гораздо сложнее. Гораздо, намного сложнее игра. Ее не пройдешь, я думаю... Мне кажется, даже геймдизайнеры не пройдут, не потеряв ни один уровень. Но, в принципе, игра, которая, как бы сказать, побуждает проходить и проходибельно. Вот. Просто здесь, если это всего лишь первый мир, и уже такая жесть. Ну, то есть, может быть, у меня, конечно, плохо с прыжками по бубликам. Я думаю, даже если так, я же не один, наверное, такой. Вот. То есть, я все равно уверен, что начало игры, оно должно как-то игрока... Как бы, я не знаю, как сказать. Учить играть и в то же время давать какие-то поблажки. Поначалу из серии... Так, и как мне взять этот бубль... Этот... Минуточка. Как мне это взять? Но как? Карл. Так, подождите. Подождите, я попробую здесь пойти наверх. И мне еще, кстати, три ключа нужно взять. Еще целых три. Я пока видел только один. Хотя, ладно, допустим, я могу пройти сюда. Может быть, мне не нужно собирать ключ. Может, это какой-то бонус тоже. Как помните, в предыдущих уровнях Арсению это был, по сути, бонус. Так, ну-ка, вот смотрите. Ага. Так, еще, Пау. Вот это, вот это, вот это мне нравится. Вот такие вещи я люблю, да. Вот это... Блин, я попался. Вот это, на мой взгляд, круто. Вот такие вот комнаты. Это очень здорово. Мне такие вещи нравятся. Правда, начинаем, что-то далековато. Так, в принципе, я думаю, как... Нет, нет у меня идеи, как выбраться и взять этот... Марио, как у него это получается? Вот поэтому я не люблю бублики, потому что по ним все время прыгаешь, там. Чуть-чуть правее, чуть-чуть левее центра и все. А чтобы подпрыгнуть вертикально... Почему? Не, а сейчас-то почему так получилось? Сейчас вообще непонятно, почему так получилось. Ну вот. Ну ладно. То есть, на мой взгляд, все-таки... С начала игры... Что ж он делает-то? Вообще... Вспомните, собственно, даже Dark Souls. Начало любого Dark Souls. Там нет проблемы его начать играть. Там, в принципе, до первого босса... Как бы даже нет ничего такого особенного. То есть, там разве что бывают такие ловушки. Да? То есть, когда ты идешь, они тебя там раз... К бочку катят. Вот. Или что-нибудь типа такого. То есть, такие вот ловушки есть, но... Чего-то особо сложного такого, знаете, серьезного... Подождите, а как я в первый раз это сделал? Ладно. Там нету. Вот. И... Да, в принципе, Dark Souls вообще, на мой взгляд, не такая уже сложная игра. Потому что там вся сложность в том, что ты постоянно умираешь. Но это, на самом деле, является частью геймплея игры. Ты ничего не теряешь практически. Ну, кроме душ. Ну, ты даже их можешь подобрать. Предметы не теряешь. Ну, то есть... А, подождите. Ага. Так. А что мне еще нужно взять? Ой. Ой. Я убил себя. А вот сейчас у меня непонятно немножко, чем мне нужно взять. Наверное, снова в то же место надо попробовать пустить. Вот. Вот да. Вот не люблю я бублики. Не люблю. Или если даже взять, да практически любую RPG-шку. Смотрите, начинаешь RPG-шку играть, и тебе попадаются поначалу враги, там, ну, какого-нибудь низкого уровня. Во многих там RPG-шка, там, типа Final Fantasy, эти враги вообще убиваются, там, с одного удара. Ну, может, с одного удара, конечно, перебор. Бублики. Я ненавижу бублики. Я ненавижу. Чем мне еще вот не нравится этот уровень, тем, что, ну, в принципе, про 1.3, по-моему, я тоже самое говорил. Тем, что используется на весь уровень, по сути, всего одна механика, при этом уровень длинный. То есть, если бы он был короткий, ок, но, окей, то есть, бублик, и все. И вот весь уровень в бублике. Мне кажется, это немножко скучновато. Потому что, ну, бублик приедается. Потому что, смотрите, допустим, будет человек, которому легко прыгать по бубликам, у него нормально это получается. Он заскучает, потому что, ну, камон, бублик GDGO, да? Или будет человек вроде меня, которому тяжело прыгать по бубликам. И у него весь уровень из бубликов, понимаете? То есть, получается, и тот, кому это легко, и тот, кому сложно, ему будет становиться скучно. Вот это место интересно. То есть, вот, мы столько с бубликами, понимаете, справлялись, чтобы, наконец, дойти вот до этого... До этого места, до этого места. Вот, все, нам дали ключ, который, видимо, не связан с тем ключом. Все, мы прошли. Наконец-то я прошел этот уровень. Что же будет во втором мире? Давайте посмотрим. Конечно, я уже не думаю, что я успею сегодня пройти четыре уровня со второго мира. У меня больше пока нету, больше Арсению не присылал. Ну, вот эти бы, вот этот уровень я бы поставил, знаете, где-нибудь... Вот если из восьми миров на шестой мир. Ну, вот именно этот уровень, на шесть-четыре. Ну, где-то так. А может быть и на семь-четыре. Ну, давайте дальше идем. Уровень 2.1. Греа Дезерт. Великая пустыня. Вообще, я вот про баланс в играх продолжу. Это очень важно, особенно в самое начало. Почему-то многие игры, они считают... Будем заинтересовывать игрока. То есть, вот я, например, тут начал, попробовал этот... Metal Gear 5. И знаете, меня что удивило? То есть, первые полчаса... Или сколько там... Ты просто ползаешь по больнице. Камон, я запустил этот... Приключенческий стелс-шутер для того, чтобы ползать полчаса. Серьезно, нет, я не спорю, что, может быть, где-то в середине такая миссия была бы уместна. Но не в самом же начале-то, ёкло-мэне. Игрок запускает игру, и первые полчаса он, слушайте, ползает. Вы что, серьезно? И это... Я должен поверить, что это сделано гениальным геймдизайнером? Нет. То есть, я не буду просто считать этого геймдизайнера гениальным. Это еще вопрос. Вот. Или, вот, например, я себе скачал игрушку Divinity Original Sin. Игрушка, которую, в общем, собирали все миры на Кикстартере. Обычно игрушки с Кикстартера получаются так себе, но, в принципе, многие журналисты, правда, написали, что вот именно Divinity Original Sin эта участь миновала и получила все то, что они обещали. Но, как мне кажется, все равно чувствуется, что игрушку... На игрушку собирали на Кикстартере. Потому что, да, с одной стороны, все обещания разработчика выполнены, и там потрясающая игровая механика. То есть, все то, что я сам точно тоже хочу видеть. О, мы уже прошли уровень. Да, нормально, да, хорошо. Все то, что я хочу видеть в видеоиграх. Точнее, в RPG, да? В RPG с пошаговыми боями. Именно это я хочу все это видеть, да? Очки действия там. Что еще? Вот эти партии с персонажами набираемыми. Все такое, с которых можно уволить из партии, да? А не как в Final Fantasy таскаться с четырьмя игроками всю игру. Ну, сейчас продолжу. Запущу другой уровень и продолжу свое рассуждение. Уровень 2.2. Древняя пирамида. Ancient Pyramid. Так вот, Diminity Original Sin. В ней все правильно. Ну, с точки зрения механики игровой. Но, понимаете, я играл, например, не... Не, уже больше, чем 2 часа. Но первые 2 часа... За первые 2 часа я провел всего 3 боя. 3 боя. Так, а мне нужно было это взять, я не взял. Мне, наверное... О, о, а как? Он так умеет? А как он так делает? О, хорошо, вернемся. Всего 3 боя. И из всего лута, что я насобирал, я просто какие-то наручи взял. Ну, которые можно на себя надеть. Все остальное какой-то мусор. Я играл 2 часа. И там какая-то просто... Какой-то трэш с сюжетом. Ну, ладно, у вас трэш с сюжетом можно пережить. Но! Понимаете, там... Ладно, я думаю, я забью на сюжет. Я просто хочу... Ну, блин, RPG-шка с пошаговыми нормальными боями. Я так это люблю. Я хочу это самое... Попробовать больше подраться. Дайте мне боев. Потому что на 2 часа 3 боя. Вы что, издеваетесь, что ли? И я пошел из города. Вышел. Чтобы, ну, походить надо, как бы, пофармиться, погриндиться, все такое. И что вы думаете? А там какие-то просто монстры ходят. То есть, там реально ты не можешь нормально даже их пройти. Ну, то есть, либо там у тебя всех воскрешать надо заново, всю свою партию. Либо... Либо ты умираешь вообще. Вот, то есть, проблема. И, то есть, в игре нет баланса. Вот. Именно баланс, это именно про это. То есть, ты начинаешь игру, ты... Все равно тебе нужно поиграть сначала, понимаете? То есть, даже сложные игры... Возьмите любую сложную игру, практически любая сложная игра, она вначале все равно легкая. Более-менее. Может быть, относительно легкая, но легкая. Потому что, слушайте, это самое начало игры. Должно быть уже интересно. Просто, да, ну, есть люди, которым интересно только когда сложно. Но им все равно будет интересно, потому что будет сложно. Вот. А заинтересовать других людей, которые там любят игры не ради сложности или простоты, а ради... Чтобы им было весело, например, уже не получится. Потому что начало игры скучное. Скучное. И да, там может наиграть там 10 часов, там или 40 часов. Тебе начнет быть интерес, как кто-то там тоже про Final Fantasy 15. Но я не играл вот именно в 15-ю, не могу сказать. Ну, там кто-то писал, что там нужно первые 40 часов перетерпеть или как-то так. Ну, то есть, не знаю. Как-то я, знаете, очень с сомнением отношусь к подобным заявлениям. Мне все-таки кажется, что хорошая игра должна быть интересна с самого начала. Возьмите там любой Super Mario. Ну, может быть, кроме первого Super Mario Galaxy, где там очень долгое вступление. То есть, практически любой Super Mario интересен с самого начала. А зачем я вернулся? Ну, это может быть типа как лабиринт, да? Так, а надо смотреть. У меня же цепь эта штука. Она не опасна? Цепь... Ай... Все. Вот. Ну, можно сказать, что некоторые Legend of Zelda, они долго раскачиваются. Например, да, окей. Есть такая проблема, можно сказать. Проблема, что долго раскачиваются. Но, при этом, при всем, это все равно игры, которые не заставляют тебя прям скучать. Или там наоборот. Или там не вываливают на тебя тонны какой-то жести, пока ты к ней еще не готов. Потому что, особенно ролевые игры, они строятся над том, что ты развиваешь своего персонажа. Каком развитии можно говорить, если тебе с первых уровней либо не дают драться вообще ни с кем, либо тебе дают каких-то там уже чуваков, которых тебе нужно бить, то есть тебе нужно прогриндиться, чтобы их забить. А на ком мне гриндиться, если вы мне не дали возможности прогриндиться, понимаете? То есть вот это то, что я называю проблемы с балансом. Плюс в Divinity Original Sin там еще на консолях, ну, я же на консолях играю, там ужасно сделали управление инвентарем. Просто ужасно. Помимо того, что там и так есть отсутствие логики во многих вещах. То есть, например, окей, хожу, у меня там в партии пока всего два чувака. Ну, так как бы один... Ну, два всего, в общем. Всего два. Одного убили. Надо его воскресить после боя. Значит, окей, у меня есть свиток воскрешения. Смотрю в инвентаре, а его нет. То есть, оказывается, он в инвентаре другого чувака, что, в принципе, мне кажется, все-таки минус. Для партии такие вещи должны быть общими, наверное. Но, ладно. Игрушка, в принципе, сделана по канонам Baldur's Gate практически один в один, кроме пошаговых боев. Поэтому, ладно, было в Baldur's Gate и такое. Но, смотрите дальше. Я не могу обыскать труп этого упавшего моего напарника. То есть, труп мне не дают обыскать. Что мне нужно сделать, значит, чтобы получить с него этот самый свиток воскрешения, который у него находится? Совсем бред. Мне нужно на него переключиться на труп. У него будет доступен инвентарь. И в инвентаре будет доступно действие передать предмет. То есть, труп ничего сделать не может. Сам себя вылечить не может ничего. Но может передать предмет. При этом обыскать труп нельзя. Где? Как? Вообще, кому-то в голову. Они вот, мне интересно, они сколько думали над этой реализацией. Я знаете, что теперь думаю? Что мне теперь нужна кнопка ПАУ вот именно для этой вещи. Для этой вещи. Вот этот уровень, кстати, мне нравится. Здесь вот помните, как у Артенио был уровень Облачный город. Здесь возвращается идея вот этого такой, как бы, такой зельдообразности. Собирания предметов, приключений. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень нехорошо получилось. Вот. Вот так я могу сделать. Так, подождите. А если я верну... Подождите, а я же... Ну-ка. А, это надо проверить. Но мне кажется... Мне кажется... Он вернется. Да, слушайте, а это уже проблема. Проблема, потому что мне нужно сохранить грипп, иначе я не смогу сюда запрыгнуть. Или смогу? Смогу. Лаааадно, окей. Но мне все равно нужно теперь снова взять грипп, чтобы у меня просто было побольше, ну, запаса здоровья, так скажем. Вот. Поэтому, честно говоря, я вот сейчас не знаю вообще, дальше мне играть, Divinity Original Sin или нет. Потому что игра... То есть разработчики игры, нарисовав крутую механику, безусловно, крутую, вообще супер, все там, в принципе, графики ничего. Хотя всего 30 FPS на PlayStation 4 уж, мне кажется, могли бы и до 60-ти нарисовать. Чай не Doom, хотя в Doom и 60 FPS, кстати, да. Ну вот. Потому что они думали, все, на этом остановились, все, мы нарисовали красивую механику, а об остальном думать не будем. Мы не будем думать, насколько интересно играть, неинтересно, плевать на это хотели. Вот вам механика, вот и играйте в механику. Я не понимаю такой подход, это не только у этих разработчиков, это часто у геймдизайнеров такой подход, что мы не будем развлекать игрока, мы будем реализовать какие-то свои идеи, которые нам кажутся правильными, которые мы хотели все время нарисовать. Либо игра превращается в какое-то там подобие кинца, как вот тот же начало Metal Gear Solid, я не знаю, что там будет, ой, Metal Gear 5. Не знаю, что там будет дальше, потому что мне уже неинтересно, просто выручил игру и удалил, потому что я не хочу это играть. Там еще и такое просто море вот в этих всех катсценах, все прочее, море немотивированной жестокости, то есть, которое, мне кажется, абсолютно лишнее. Это сплошная чернуха, ну поймите меня правильно, мне нравится God of War, мне нравится Mortal Kombat, я, по-моему, уже где-то про это говорил, но там жестокость, она как бы такая картинная, она не воспринимается как чернуха, потому что она не настоящая. Вот сюда мне надо было пойти, поняли? Вот сюда мне нужно. Здесь, видите, система как бы сохранения щекпоинтов, то есть, все собранные монетки у меня остаются, поэтому без проблем просто играем, пока не пройдем. Вот это хорошо, вот это уровень норм. Абсолютно, мне кажется, нормально, правильно сделан все. Вот, что я говорил про жестокость. И, то есть, в Mortal Kombat там нету, блин, мне нужно обратно вернуться. Я не могу обратно вернуться. А, вот я обратно вернусь. Вот, то есть, там все это настолько наигранное, оно несерьезно. А тут прям, ну, в полном серьезе все это. Ну, зачем? Вообще, ну, не знаю, мне кажется, людей, которые это придумают, которые, ну, гейм-дизайнер, Опять же говорю, игра это все-таки должна развлекать. Вот, люди, которые считают, что это развлекает, которые это делают, может их проверить, как-то, я не знаю, на каком-нибудь препарате-аппарате. Так, нужно вернуться назад. Нужно вернуться назад. И не получится вернуться назад без гриба. Мне нужен гриб. Без гриба я не смогу вернуться, но это самый последний этап моего сбора предметов, по крайней мере, на этом уровне. Я не знаю, что там будет дальше, но, в принципе, дальше не должно быть уже ничего, по идее, по логике. То есть, мне кажется, это должно быть завершением этого уровня. Кстати говоря, вот... Эй! Минуточку! А почему у меня ни одна теперь не собрана? А почему у меня ни одна монета не собрана? Я же уже начинал с чекпоинта так, что у меня были собраны все монеты. А почему так? Я что-то не понял. Как-то... Как-то сейчас не сработало. Как-то сейчас очень плохо получилось. Ладно, смотрите, мне все равно... Давайте я возьму тот сначала, потому что он самый сложный монет. Если мне... Ай! Если мне еще раз такая штука приключилась... А почему она не приключилась вообще? Почему так произошло? Так не должно было произойти. Я не понял. Почему? Почему? Так, 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 так. Так, 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 смотрите. Ииии! Не получилось! У меня Марио застрял... В этом самом... Застрял... Застрял в графике. Вот! Видите? Одна собранная. То есть как раз перед сохранением... Ну, можно сказать, перед сохранением... Чиклическими... Циклическими... Циклическими чекпоинтами я как раз собрал ровно одну монетку. Сейчас все сохранилось. То есть то ли здесь... Зависит от того, какой чекпоинт дергаешь, что ли... Я не понимаю. Почему так? Это явно глюк произошел. Это явно не то, как хотел видеть этот уровень автор. Явно автор хотел сделать... Возможность... Нееет. Нет. Я же, правда, я же не допрыгну, да? А подожди, а вдруг допрыгну? А, все! Хе-хе-хе-хе-хе. Я допрыгнул! Потому что вот этот прыжок я с вращением использовал. Да. Хорошо, что я его вспомнил про него. Продолжаем, продолжаем Ну, мне, честно говоря, у меня вот это странно Ну, здесь Так, зачем он снова пошел? Ну, ладно, давайте Снова, может быть, из-за того, что вот я не дернул Наверное, да, я спустился сюда Не дернул вот этот чекпоинт А потом дернул тот чекпоинт Наверное, так все и... А, зачем мне? Вот так все и получилось Но, в любом случае, это не претензия к автору Это претензия к Супер Марио Мейкер Которая все-таки, все-таки Здесь есть далеко Не все, что Нужно Левел-дизайнеру Для реализации всех Своих потаенных идей Подчас гениальных Ну, просто очень много Классных уровней, очень много гениальных уровней Потрясающих уровней Да даже, помните, с музыкой, сколько много Классных музыкальных уровней, но все равно Какой бы музыкальный уровень не включить В каждом слышно Что ограничения Вот механики Супер Марио Мейкер Они не дают людям сделать по-настоящему Симфонии, понимаете, такие понаписать Ну И очень проблема Очень проблема, подождите, может быть стоило Ладно, давайте сейчас я вернусь Все-таки вернусь Я не нажимал вверх Я не нажимал вверх, серьезно Wii U Pro Controller Ты что творишь вообще, я не нажимал вверх У Nintendo всегда Сильной стороной была крестовина Вот непонятно, что на Wii U Pro Controller Они, видимо, немножко это самое Схалтурили Схалтурили, потому что Вот, вот Так Нет, я что-то Надо было дождаться Пока не, да пофиг Вот, вот я серьезно Сейчас не нажимал вообще вверх Так, подождите Наверное мне надо вернуться на Wii U Gamepad, потому что здесь Такой ерунды не было У меня тут кнопка с прыжком иногда Не срабатывала Но вот такой ерунды У меня здесь не было с крестовиной Что я, я просто Жму влево и прыжок В смысле Ну, кнопку действия, как обычно И ничего больше А он раз и вверх прыгает Почему-то Так, ну-ка Угу Снова сохраняемся Полный цикл, полный цикл Потому что иначе Иначе будет обидно опять Когда все прошел А этот не прошел Ну, оказывается Потом умираешь Умираешь и Отстой И, блин, почему он так не умеет Ладно Вот так вот Ах Здесь, конечно, маленький Марио удобнее Прыгать Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Ух И Неприятно получилось А там же еще дальше Надо пройти туда Видите, вот Сейчас все сохранилось Пожалуйста Все сохранилось Вот Зашел я сюда Значит, не дернул Странно, эта штука работает Вообще, странно, что она работает Я бы даже вот так сказал Потому что Очевидно, это такой, знаете Скорее Баг То есть это что-то вроде бага Это Вряд ли то, что имели в виду разработчики Ну, потому что Иначе, если бы они хотели сделать Сохранение такое Внутреннее, да На уровне Они бы, наверное, придумали что-то поинтереснее Чем Как бы дергать Туда-сюда Чекпоинты, да То есть заходишь туда Заходишь сюда Сделали бы какой-то чекпоинт Сохранили Как-нибудь Ну, я не знаю, как-нибудь Ну, придумали бы Вот Они не придумали Значит, они это не имели в виду То есть они не хотели это сделать Потому что я же не думаю, что Нинтедо настолько людей не любит, чтобы Специально так О-о-о-о Вот это да Вот это мне стоило здесь сохранить Конечно Гриб Потому что Потому что Хотя Хотя Может быть оно и не так Сложно Быстрее Марио Ты залпал просто головой Уже Будет Об потолок Ударяться Потому что Головой Потолок ударился Он ударился Головой Потолок Его это задержало И он Я не могу теперь прыгнуть Почему Почему Тебя так останавливает Подумай Кто из нас не бился Головой Потолок В звездных войнах Вообще Где штурмовик Ударился Головой Потолок Помните эту сцену Это же был По сути Киноляпа Его решили Останем Дуже клево Вот А ты Марио Мог бы В солидарность С этим штурмовиком В общем Нормально Все Пройти У меня вот еще Вот этот вот Моргающий свет Вот этот Видите Свеча там Она Потому что она реально Прям мерцает Прям как-то Неприятно Так Да Я сейчас опять пойду Да туда маленький Ну вообще-то Не проблема Туда маленьким Идти Я скажу Просто Просто Почему-то у меня Головой Выдарился Об этот Кирпич Эй Вот Он задолбал Головой Кирпич Биться Серьезно Говорю То есть уже Как бы Марио Не смешно Уже Надо уровень Заканчивать Уровень Хороший В принципе Один раз Вот он Слетел Из-за Вот этого Глюка Странного И непонятного Ну Глюка Потому что Вот я Говорю Все-таки Да Это именно Бак Потому что В этот раз Почему этот Бак и не сработал То есть когда Чекпоинтами Воспользовались Как надо Бак не сработал Вот он работал Когда Да Ну Нет Это Дурацкая Собака Я их Ненавижу А я Я Кстати Никогда Серьезно Не любил Этих Собак Потому что Тоже Непонятно Как Они Вообще Работают Как Они Куда Бегают То есть Они Как-то Странные Иногда Непредсказуемо Не Люблю В играх Непредсказуемость Вот Кстати Именно Из-за Это Мне Дарк Там Нет Никакой Непредсказуемости И Всегда Знаешь Что Будет Разве Что Не Всегда Понятно Какой Именно Удар Нанесет Босс В данный Момент Но В Принципе Это Небольшая Проблема Ну-ка Быстрее 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 Фух Да Что Что Такое Сейчас Смотрите Сейчас Сейчас Вот Так И Проходим Все И Сохраняемся Нормально Сохраняемся Нормально Не Как В прошлый раз Найти Последнюю По-моему Оттуда Надо Просто Дальше Пройти И Мы Найдем Последнюю Монетку Вот Сейчас Ходил Туда Ходил Туда Ходил Кажется Ну Сейчас Уже Конечно Плохо Вспоминается Где Я ходил Потому Что Я Везде Ходил О Вот Она Да И Вот Теперь Я Похоже Не Вернусь Назад Потому Что Или Вернусь Сейчас Посмотрим Сейчас Посмотрим Когда Вот Они На меня Качаются Вот Именно В этот Момент Так Сохраниться Нет Ладно Пойдем Попробуем Туда Туда Сюда Может Может Быть Уже И Все По Логике Должно Быть Все О Нет Нет Эта Штука Я Пошел Все Да Мы Прошли Вот Это Классно Это Мне Очень Понравилось Помните Кстати Супер Марио Всегда Вторые Уровни Часто В песках Во многих И Здесь Очень Классно В тему Прям Вписывается Вообще Во всю Линейку Супер Марио Бразер Это Классный Уровень Надо Обязательно Не забыть Звезду Поставить Иногда Забываю Звезды Ставить Идем Дальше Чомпс Эривер Так Чомпс Это У нас Что Что-то Типа Грибов Не Помню Забыл Или Вот Эти Вот Собачки Забыл Правда Да Видимо Да Вот Эти Собачки Я забыл Опять Как Они Называются По Русски Ну В смысле В официальных Во всех Руссификациях Короче Надо Бежать Так А я же Напомню Нам Не обязательно По идее Собирать Эти монет Я не буду Это Просто Арсению Видимо Сделал Потому что Ну В оригинальной Игре Супер Марио Там Часто Приходится Что-то Собирать Да Там Какие Звезды Мани А что И все Во Ну Как бы Я скажу Получается Все равно Дисбаланс Потому что Легкий уровень И Очень Короткий Во втором мире 2-3 То есть Он для 1-3 Очень подходит Потому что Я помню Когда мы проходили В прошлом Видео Первые Три уровня 1-1-1-2-1-3 Там было Гораздо Сложнее Чем здесь Здесь Вообще В принципе Просто пройти Вообще проблем Нет Ну Проблема Может быть Собрать Эти монетки Но просто Пройти Проблем Нет Так что Это Надо бы Переместить Мне кажется В первый мир Но У нас остается По сути Один уровень Так что Давайте Попробуем Что ли Вейс Оф Флейн Предчувствую Женую Жесть Потому что Я помню Как мы Сегодня Проходили 1-4 2-4 По идее Он же должен Быть сложнее Правильно Ну По логике Кстати Как мне Взять эту монетку Вот как Вот мне Взять А Ну вот В принципе Даже понятно Слишком весело Кто-то написал То есть Недостаточно Жесть Видимо На уровне Чуваку Вот Смотрите Я даже Монетку Взял Так Просто Чтобы показать Что я могу Ее взять Не то чтобы Я буду Все Ооо Не 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 В смысле Не буду Я здесь Монетки Собирать Хотя Может быть Без этого Будет Совсем Скул Ооо Ооо Такое Мне нравится Знаете Чем Мне нравится Вот В Реймоне Есть очень много Уровней Где надо Быстро Все Пробегать Но при этом Много опасностей Ты перепрыгиваешь И оно Кажется Очень сложным А на самом деле Не очень Сложным Это очень Круто Вот Если Такой уровень Вот сделать Вот здесь Вот как Вот это Начало Оно Мне кажется Оооо Очень Интересным Видите И рассчитай Так чтобы В принципе Можно было Все это Пройти Чтобы Ну Как бы Оно такое Даже Легко Проходибельное Я бы сказал Было Вот Чекпоинт Так Подождите А что По ним Можно прыгать А ZR ZR Говорит Мне Говорит Мне Ясно 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 Видите Монетками Написано В принципе Хороший Метод Делать Подсказки Жаль Конечно Что Nintendo Не разрешила Вообще Оставлять Нормальные Подсказки Можно Зажать ZR Вот Я прям Зажал ZR И Ничего Больше Не делаю Ну Жму Естественно Влево Вправо Пытаюсь Подстроить Себя Под Ну Лево Вертикально Горизонтально Так Здесь Надо Просто Выжить А Здесь Чикпоинта Не было Или Был Чикпоинт Не Там Не Был Чикпоинт Так Ну Смотрите Если Я Не буду Совсем Валенком И Сохраню Гриб Ну Как Гриб Цветочек То В Принципе Тот Уровень Не Должен Доставить Большой Ну Нет Денису Что ж ты Делаешь Не Должен Доставить Большой Проблемы Так Ага Открывается Открывается Знаете Когда Вот Когда Вот Не Надо Оно Прям Быстро Открывается Так У У Меня Небольшие Проблемы Так А Просто Надо было Зайти Теперь Да Все Я понял Но Здесь Чекпоинт Было Поставить Вот Перед Этим Самым Местом То Эти Босса Комнаты Ну В смысле Комнаты С боссами Мне кажется Достойны Своего Отдельного Чекпоинта Ну Хотя Как я уже Горел Некоторые Разработчики В том Числе Больших Крупных Популярных Игр Считают Иначе В том Числе Разработчики Например И Опять Я это Сделал Опять Та же Ошибка Это Йоши С Уоли Ворл Который Мы играли Где Ой Нееет Вот Теперь Сейчас Совсем Плохо Будет Ой Все Так Ага И Заходим В дверь Да Все Что Все Все А здесь Ну типа Секретный Мест И все Это все Не Ну по сравнению С 1-4 Это просто Прогулка В парке После этих Бубликов Дурацкая Серьезно Бублики Сложно Не знаю Наверное Вот напишите В комментариях Кто тоже Играет Или там Ну Супер Марио Мэкер Вам вообще нормально Прыгать по бубликам Вам легко Потому что мне тяжело Я не знаю почему Мне тяжело Мне не получается А еле прошел Тут уровень Хорошо что прошел 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 Кажется прошел Ну вот Ну вы видели Вы знаете Прошел его или нет Потому что я уже забыл Пока записывал все это Ну так или иначе Мы сегодня закончили Я прошел все Что мне прислали Подписчики У меня больше не осталось Ничего из тех уровней Которые доступны Которые я говорил И кроме уровня Я пропустил В прошлый раз Помните там И у меня Таким образом Осталось Остались Какие-то уровни Для 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 Просто прохождения Которые подписчики Представили Просто хороший уровень У меня их скорее всего мало Поэтому Надеюсь в следующий раз Все таки я уже приступлю К прохождению Ну просто сниму еще один выпуск С той жизни Марио Вот Так что я напоминаю Что каждое воскресенье Я снимаю Супер Марио Мэкер Каждый четверг Выходит прохождение Супер Марио Галакси Сейчас на данный момент До этого я проходил Супер Марио 3D World Можете посмотреть Даже плейлист у меня Отдельный для этого есть И потом буду проходить Супер Марио Галакси 2 По вторникам Ну вот кроме Десятого числа И третьего числа Но дальше уже будут После Десятого Будут уже Дальше Летсплеи различные В том числе Олдскульный Также выпускаю Различные обзоры И все прочее И про технику снимаю И все такое Так что обязательно Подпишитесь на мой канал Чтобы не пропускать Все эти замечательные видео Ну и поставьте лайки Мне будет очень приятно И спасибо что смотрели Жду вас снова С вами был Денис Мейджор До новых встреч Пока